Приветствую зрителей и подписчиков моего канала. Сегодня мы находимся непосредственно на Телецком озере. Это Горный Алтай. По-другому Телецкое озеро называется Алтынкёль, то есть Золотое озеро. Сегодня мы отправимся на рыбалку. Предварительно я созвонился с инструктором и с ним мы поедем на рыбалку. Отдельно хочется сказать, конечно, о стоимости рыбалки. Стоимость рыбалки довольно высока. Один час рыбалки с инструктором, с его снастями, с его наживкой, с его насадкой, с заброской будет стоить около 1000 рублей. Но опять же гарантии, что вы поймаете рыбу никто вам дать не может. И переходим дальше. Сегодня мы будем уловить непосредственно селедку. Так ее называют местными. Другое название этой рыбы. Это Телецкий сиг. Вот мы и будем уловить именно здесь Телецкого сига. И вот оно, озеро Телецкое. Оно очень богато рыбой. Из обитателей данного озера можно отметить таких, как таймень, эндемик здешних мест – это Телецкий хариус, ленок, опять же эндемик данного озера – это Телецкий сиг, окунь, налим, щука. Все они обитают здесь в довольно большой концентрации. Так как часть озера является заповедной частью и рыбалка там как бы запрещена. Но я думаю, что там все равно ловят. Ну, перейдем обратно к нашей ловле. Отдельно хочется сказать о выборе места ловли. Ловится Телецкий сиг непосредственно на глубине от 2 до 10 метров. То есть в зависимости от времени года, от его предпочтений. Мы сейчас выдвинемся почти на середину озера, где глубина будет составлять примерно от 6 до 9 метров. Здесь мы и будем уловить. Отдельно хочется сказать, что если кто-то хочет попробовать ловить какую-то рыбу непосредственно с пирса, я два раза это дело пробовал. Пробовал различные насадки, наживки, блесна. От самых дешевых до самых элитных. И результат был, не мягко скажем, никакой. Вот решился я, конечно, взять помощь инструктора по рыбалке, отдать деньги и хоть что-то поймать в Телецком озере. И вот мы уже на месте. Разматываем снасти и готовимся ловить рыбу. Конечно, для меня было большим открытием то, что ловится сиг здесь по-особенному. Ранее с такой техникой ловли я не встречался ни разу. Отдельные какие-то снасти специальные. Но я, конечно, знаком с ловли Хариуса и других рыб. Но такого я не видел. Непосредственно перейдем к удилищу. Удилища в основном у всех здесь телескопические, с пропускными кольцами. Обычно на высокой ножке. Чтобы леска в пасмурную погоду, в дождь, не прилипала непосредственно к самому удилищу. Катушки могут быть как инерционные, так и безинерционные. Здесь все зависит от желания рыболова, его умения обращаться с той или другой катушкой. Запас лески обычно составляет примерно 15-20 метров. Больше здесь оно не нужно. Толщина лески примерно где-то 0,22-0,3 миллиметра. Удилища используется телескопически, как я уже говорил, с пропускными кольцами, длиною от 2 до 3,5 метров. Скажем так, чтобы было удобно ими ловить судно. Теперь непосредственно перейдем к оснастке. Оснастка здесь очень особенная. Она представлена скользящей оснасткой. Примерно такие же, как на дальнем забросе. Но дальний заброс здесь в основном не делается. Рыба даже не прикармливается. Если идти от удилища вниз, то ее можно представить так. Первым номером у нас идет леска. На леске, на определенной глубине завязывается стопорный узел, а который будет стопориться поплавок. Это все зависит от места ловли и так далее. По леске дальше идет скользящий поплавок. Он может быть как на вертлюжке, так и со специальной скользящей оснасткой, которая не травмирует леску. Далее идет нижний стопорный узел, который препятствует контакту поплавка с грузилами. Еще ниже находится ряд основных грузил. В моем случае это были дробинки. Ихний вес от 3 до 12-15 граммов, так как большой вес способствует более быстрому прохождению насадки горизонта воды до места ловли. Далее, после серии грузил, обычно это от 7-15 штук дробинок, идет поводок, толщина которого составляет от 0,12 до 0,18. На конце этого 10-15 сантиметрового поводка размещается либо вольфрамовая мормышка, либо латунная свинцовая с покрытием. Как я успел заметить, чаще всего на Телецком озере используются мормышки с покрытием либо каким-нибудь желтоватого цвета, под золото, либо серебристые, белые, почти блестящие. Крючок по российской нумерации, я бы сказал, где-то от 4 до 6 мм. По западной так не могу, конечно, сказать более подробно, но по российской будет более понятно, потому что эта метрическая система более нам свойственна. Мормышка довольно мелкая, вот такие же, как и представлены на картинке. И непосредственно перейдем к тому моменту, как происходит ловля рыбы. Катер подплывает на заданное место, где может находиться косяк сега. Икорица, желательно двумя якорями, с кормы и носа, чтобы катер не вертел от порывов ветра. Промеряется глубина, непосредственно на ту же самую мормышку одевается дополнительная огрузка. Промеряется глубина, завязывается стопорный узел. Но завязывается он с таким учетом, чтобы мормышка, причем голая мормышка без любых подсадок, не доходила 10-15, ну максимум 20 сантиметров до донного слоя. При этом раскладе довольно хорошо получается ловить сега. И непосредственно также стоит отметить, что когда уже непосредственно снасть находится на заданной глубине, каждые 30 секунд, как мне сказал инструктор, необходимо чуть-чуть поддергивать удилища, как бы подыгрывая мормышкой на расстоянии от дна. Все любые поддергивания по плавка, постукивания по удилищу, как я заметил, многие делают, передаются непосредственно на саму мормышку. И мормышка начинает как бы играть в придонном слое воды, вызывая любопытство урода. Ну и хотелось бы немножко сказать об обитателях Телецкого озера. Прежде всего, мы будем сегодня ловить Телецкого сега. Как его называют местные, это селедка. Ну не знаю, что здесь похожего на селедку, но тем не менее, по местной классификации, это селедка. Ну и непосредственно хотелось бы коснуться, что это такое сик. Потому что для многих это очень нетипичное существо, скажем так. Особенно для жителей Центральной России. Сик относится к семейству лососевых. Тело длинное, покрытое серебристой чешуей. Челюсти без зубов. Расположение рта нижнее. Это обуславливается его кормовой базой. Средняя длина Телецкого сега составляет 26 см. Вес около 200 граммов. Но, как мне сказал инструктор, встречаются экземпляры и до 1 килограмма. Поэтому при удачном клеве можно наловить, я думаю, несколько килограммов, а то и десятков килограмм сега. Растет сик очень медленно. И только после 5 лет набирает весом 200 граммов. Ну, в принципе, довольно свойственно для таких вот рыб из холодных чистых озер. То есть того же горного хариуса, который тоже очень медленно растет. В Телецком озере встречается повсюду. Выходит из озера в Чувашман, в реку Бье. Основной кормовой базой для сега служат донные беспозвоночные. Такие, как ручейник, веснянка, мелкие моллюски. Ну и, разумеется, не побрезгуют сик упавшими в воду насекомыми, которые падают при порывах ветра с прибрежной растительности. Либо их швыряет в воду по рыбам и ветра, которые очень часто для акватории Телецкого озера. Итак, с момента нашего отплытия прошел уже один час. Деньги заканчиваются. Рыбы я так и не увидел. Я также сижу на катере посередине Телецкого озера. Подо мной глубина около 7,5 метров. Но все-таки решаю взять еще один час. Потратить еще деньги. Конечно, не могу сказать, что это для меня так легко удается. Отдать тысячу за час рыбалке. Но все-таки я, как любой рыбак, мечтаю поймать рыбу. И, коль я нахожусь здесь, в Горном Алтае, одна из моих мечтаний является рыбалка. Причем хорошая трофейная рыбалка на Телецком озере. Ранее я, конечно, сюда приезжал. Но рыбалка с берега у меня была абсолютно безрезультатной. И вот, берем второй час рыбалки. Вскоре, минут через 15, у меня последовала первая поклевка. Но, к моему разочарованию, она окончилась разгибом мормышки и сходом рыбы. Судя по колебаниям удилища, экземпляр был где-то граммов 300-400. Но не отчаиваемся, у нас есть еще 40 минут. И продолжаем ловить. У моего инструктора также была поклевка. Но, в связи с опытом его, была более хорошо реализована подсечка. И вот первая рыбка трепыхается на полу катера. Это серебристый сик. Вот она, первая рыба, которую я увидел на Телецком озере. Довольно интересная рыбка. Чем-то напоминает нашего чебака. Даже я бы сказал, что-то среднее между чебаком и пескарем. Конечно, похоже на Хариус. Вот такого вот типа. Вскоре и у меня случается реализованная поклевка. Я подсекаю, выматываю улечку. И вот в моих руках блестит заветный сик. Телецкий сик. Скажем так. Мне не столько жалко денег. Сколько я хотел увидеть и ощутить именно все это. Непосредственно на тот момент поклевки. Сига. Увидеть, как он трепыхается у тебя в руках. То есть непосредственно на этот момент. Ради этого момента я и приехал рыбачить здесь. И не столько важно, сколько ты отдал за эту рыбалку. Сколько ты получил эмоционального заряда. Сколько ты получил положительных эмоций. Проведенных за два часа на борту этого катера. Конечно, это отдельно хочется поблагодарить инструктора по рыбалке. Который показал мне этот удивительный вид ловли. Сколько раз я не пробовал ловить на Телецком озере с берега. Какие блесны я не использовал. От самых дешевых китайских до элитных. И попперы, и воблеры. И блесны. Результат был, как всегда, один. Очень, ну вообще, можно сказать, даже его не было, этого результата. Ну, испытав реально рыбалку с инструктором. То есть, как ее здесь ловят эту рыбу местные люди. Я, наконец-то, успокоился. Поймав хотя бы одну, но вот такую интересную рыбку. Которую я нигде не поймаю в своем регионе. Вот такая вот рыбка эта. Телецкий сик. Конечно, мог бы экземпляр попасть здесь намного больше. Ну, мне и это сойдет. А на этом я прощаюсь. Конечно, будут еще на моем канале более-менее интересные выпуски о рыбалке. С таежных рек, с других рек, с Аби. Надеюсь, они будут вам интересны и полезны. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч на моем канале. Подписывайтесь на мой канал.